Дорожно-ремонтная компания в Колпашевском районе стартовала, а началась она с села Чижимто. 20 мая специалисты областного ДРСУ выполнили укладку нового асфальта на улице Дорожников. Качественный дорожный материал произведен на современном асфальтобетонном заводе, открывшемся недавно в Чижимто. Существенное преимущество новой установки в том, что она подходит для выпуска смеси по современным национальным стандартам. Завод обеспечивает пятифракционный рассеев материалов и производит щебеночно-мастичный асфальтобетон, который отличается высоким качеством. Сотрудники северного филиала ДРСУ в течение лета будут заниматься ремонтом дорог еще в четырех населенных пунктах Колпашевского района, где до 1 августа ДРСУ следует отремонтировать пять участков автомобильных дорог. Ремонтные работы реализуются в рамках губернаторской программы «Дороги». Общий объем финансирования составит порядка 44 миллионов рублей. Таким образом, в этом году в Колпашевском районе удастся отремонтировать около четырех километров автомобильных дорог и 500 метров тротуаров. Однако не все дороги, нуждающиеся в обновлении, попали в губернаторскую программу. Такая потребность, вероятно, уже назрела и для улицы Победы. Нынешней весной на проезжей части появилось немало ухабов. Эта дорога с большим транспортным потоком, соединяющая Колпашево с Тобором. В этом году, по словам мэра города Алексея Щукина, на улице Победы будет произведен ямочный ремонт. Мы, когда перечень объектов формировали на 2020 год, мы понимали, что уже и на Победе асфальту приходит конец. И мы увидели после исхода снега, в общем-то, состояние достаточно проблемное. Но, скажем так, распределяем тот ресурс, который имеем. Поэтому в этом году однозначно, конечно, проведем нормальный ямочный ремонт, чтобы еще год эта дорога простояла. Ну и в надежде на продолжение губернаторской программы в обязательном порядке на будущий год улицу Победы планируют. Помимо улицы Победы, нынче усугубилась ситуация и на автомобильной дороге областного значения, ведущей от автотранспортного предприятия до Тогурского детского дома. После зимы появились выбоины. Однако в ближайшие дни силами сотрудников областного ДРСУ на этом участке дороги был проведен ямочный ремонт. Проблемные участки устранены. Сегодня ездил по водку в ситуацию, смотрел в Тогуре и с удовлетворением для себя отметил, что ДРСУ провели подготовительные работы, то есть в Резоне вырезали ямки и на днях, так понимаю, они заделываются. Ямочный ремонт северный филиал ДРСУ проводят также на участках автодорог по направлениям Колпашево-Саровка и Колпашево-Белый Яр. О дорожных работах водители информируют временные указатели. Сотрудники предприятия рекомендуют водителям снижать скорость, проезжая участки дорог, где проводится ремонт. В этом году в рамках губернаторской программы дороги на территории пяти сельских населенных пунктов Колпашевского района будут переведены в соответствие с национальными стандартами пешеходные переходы. Все они находятся вблизи образовательных учреждений. До конца мая подрядчик по трем сельским поселениям будет определен и заключен контракт. Предполагается установка светофоров типа Т-7, ограждений и искусственных неровностей. В Саровском сельском поселении подрядчик уже определен и в ближайшее время приступит к работам. Пешеходные переходы вблизи образовательных учреждений обновятся в поселке Большая Саровка, Новоселово, Марокса, Чижимто и Озерное. На выполнение работ будет направлено порядка трех миллионов рублей. Это средства областного и районного бюджетов. Что касается дорог регионального значения, то по данным Пресс-службы администрации Томской области, их ремонт по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» уже начался. Как сообщил заместитель губернатора по промышленной политике Игорь Шатурный, в этом году в план национального проекта включено 12 участков региональных автодорог. Из них 5 в пределах Томской агломерации и 7 за ее пределами. Вице-губернатор Игорь Шатурный подчеркнул цитата. Контроль качества дорожно-ремонтных работ на всех этапах будет идти по внедренной губернатором Сергеем Жвачкиным девятиуровневой системе. Основные требования к подрядчикам остаются прежними. Высокое качество всех работ, соблюдение сроков, комплексный подход при ремонте и организация дорожного движения на время работ с минимальными неудобствами для жителей. Благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Томская область планирует в 2020 году на региональной сети привести в нормативное состояние объекты общей протяженностью более 126 километров. Общий объем финансирования нацпроекта в текущем году превышает 3 миллиарда 400 миллионов рублей.